А где все? Почему никто не смотрит математику? Понятно, все же ушли на футбол! Ну что, школа Тьютер Онлайн с вами! Болеем вместе за Россию! Да, я учитель математики, но в футболе я не такой уже и профан, и вам кое-что интересненькое расскажу о точках соприкосновения футбола и математики. Можем начать прямо с арифметики. Дело в том, что в футболе каждый игрок имеет свой номер. Это правило ввели в 1928 году. И если раньше у каждого игрока был номер с 1 по 11, то после чемпионата мира 1994 года в США разрешили каждому игроку присваивать свой личный номер. И чего только не придумывали! Да, конечно, были вот те самые привычные нам семерки, девятки, десятки, но некоторые игроки стали брать своим личным номером год своего рождения. Например, 80-й, как у Рональдиньо. А еще из интересненького был такой футболист под номером 0. Хишам Зеруали. Вот такая фамилия. Зеро, вот такое прозвище дали ему болельщики. И потому он выбрал своим номером 0. А еще из интересного был такой футболист Иван Самарана из сборной Чили. Он играл в миланском Интере. И у Рональда, того самого Зубастика, был уже номер 9. А для того, чтобы показать свою значимость, он в своем номере 18 писал плюсик между 1 и 8, чтобы в сумме получалась девятка. А в некоторых клубах отсутствует номер 12. А почему? Потому что его присваивают нам, болельщикам. Что касается футбольного поля, тут вообще одна сплошная геометрия. Все вы знаете, что это прямоугольник. И вся разметка, которая внутри в поле, это опять же геометрические фигуры. Там есть и окружности в центре поля, есть вратарская площадка, это прямоугольники. Все размеры футбольного поля четко выверены и зафиксированы в Международной Федерации Футбола, FIFA. А ворота? Это же прямоугольник. Причем размеры его такие. Длина 7 метров 32 сантиметра, а высота 2 метра 44 сантиметра. Зачем такая точность? А все дело в том, что родоначальниками футбола являются англичане. И у них совсем другие единицы измерения. И там все четко. 8 ярдов ширина и 8 футов высота. А вы знаете, что за такая геометрическая фигура Икосайдер? Ой, вы его видели. Этот самый Икосайдер, это классический футбольный мяч, который состоит из пятиугольников и шестиугольников. Причем пятиугольников 12 штук. И они обычно в мяче были закрашены черным цветом. А шестиугольники, которые идут по кругу, их 20. И они белые. Это было очень удобно и круто смотреть футбол на черно-белом телевизоре. Давайте еще раз посмотрим. Подача. Альбет Шестернил выбивает мяч. Еще один удар. Рикошеты. Гоу. 1-0. Счет открыт. А что же сейчас? Компания Adidas, которая предоставляет футбольные мячи для чемпионатов мира, отошла от классики. И, по-моему, начиная с 2002 года она предложила мяч, который был сшит из других лоскутков. Но это, кстати, сыграло злую шутку. А почему? А потому что новый мяч, можно сказать, стал жить своей жизнью. И та предсказуемая траектория для стандартного футбольного мяча видоизменилась. Эффект Магнуса, который привычным для игроков образом влиял на классические мячи, уже начал действовать на новые мячи как-то по-другому. Потому что новые мячи сшиты уже из меньшего количества элементов. И при ударе мяч может полететь по другой траектории, совсем не той, которую ожидает игрок. Каждый раз, когда вы смотрите футбол, я думаю, вы замечали, что комментаторы говорят о статистике. Так вот, это еще одна точка соприкосновения с математикой. С помощью специальных наворотов собирают информацию, даже сколько пробегает каждый игрок по полю за матч. Статистика гласит, что защитники за матч успевают пробежать порядка 5-7 километров, нападающие 7-10, а вот полузащитники 9-12 километров. И даже вратарь за игру может набегать аж 2 километра. А вы слышали, что бельгийские и немецкие ученые еще перед началом чемпионата мира зачем-то предсказали его исход? С помощью математических моделей, основанных на анализе информации о рейтинге сборных, о истории выступлений на чемпионатах мира с 2002 года, да и много других факторов, оценили главным фаворитом Испанию. 17,8%. Далее идут Германия и Бразилия. Ой, и кто только не предсказывал исходы этих футбольных матчей. Кого там только не было. И слониха, и хряк, и даже осьминог. Но что может быть лучше женской интуиции? Начнем? Раскручиваем глобус. Не смотрю, не смотрю. Оп. Ну что, Россия чемпион? Оппион?